Друзья, привет! С вами Дмитрий Туркан. Мы только что выпили чашечку кофе. Я снял свои патчи, потому что все дни буду под объективами видеокамер. И у нас начинается цветочное путешествие. Сегодня первый день, понедельник, как мы в Голландии. И сегодня у нас первая половина дня, она более свободная, но мы знаем, чем мы займемся. Мы пойдем сейчас в супермаркет за продуктами, чтобы закупиться на всю неделю, чтобы у нас были классные завтраки, ужины, перекусы, потому что нам надо классно питаться, чтобы мы не отвлекались, чтобы настроение было хорошее. И сюда мы приехали не зря. После двухлетнего перерыва на этой неделе состоится выставка цветов в Голландии. Выставка именно цветов, именно новинок, именно растений, экспортных цветов. И здесь не будет ничего, что связано с флористикой. То есть флористов не будет. А будут как раз те люди, которые выращивают, производят, привозят цветы. Это тоже очень интересно, потому что именно оттуда и начинается вот это вдохновение для флористов. То, что для нас выращивают садовники, то, что для нас привозят экспортеры из других стран, тем мы и пользуемся. И эти выставки позволяют понять, что будет модно в следующем году, там через два, через три года. То есть такая серьезная выставка для того, чтобы считывать тренды и предвидеть какие-то будущие тенденции. В общем, интересно очень, как это все пройдет, тем более для меня, который уже соскучился очень по своим друзьям, по флористам, по цветочникам, вообще по людям цветочного мира. Так, мы прошлись вначале по овощной культуре. Все такое красивое, все такое прикольное. Ну, на завтраке что нужно. Я думаю, что мы будем есть в основном яичницу, яйца с салатом, либо будем вот что-то на шпинатах делать, яйца, кофе. Надо, кстати, кофе взять, молока взять, круассаны. Что еще? Ну, конечно же, возьмем всякое дребедение, такое, чтобы было, чтобы перепустили. Альпроминдалевая здесь стоит евро 99, то есть 160 рублей, а в Питере она стоит 700 рублей. Надо брать. Терял свою тачку, иду искать тачанку свою, но можно ее легко найти по количеству продуктов, которые в ней находятся. Здесь все ходят скорбить. Бублика «Готовим с Дмитрием Турканом» является открытой. Сейчас мы будем готовить яичницу со шпинатом. Потрясающий размер. Сейчас ничего не будет расклескиваться. Как я уже говорил, залог вкусной яичницы – это сливочное масло. Его должно быть много, его жалеть не нужно. Это полезно для организма, поэтому не переживайте. С утра самое то. Много – это столько. Я, конечно, больше доверяю газовым плитам, потому что там прям чувствуется огонь. А здесь надо прямо вот гадать. На самом деле главный секрет всех кухонь, которые я люблю – итальянская, азербайджанская, грузинская, молдавская – это то, что там присутствует много зелени, много овощей. И продукты все очень-очень свежие, прям вот пахнут продуктом. В этом и является самый большой секрет. Смотрите, какой шпинат прям хрустит, хрустит. Немножечко припустить. Такое, чтобы прям сок пустило. Так, здесь 10. Чуть-чуть, сволишь еще. А вот это? Да. Погода хорошая. Мы решили поехать на Дюн, посмотреть это природное явление, которое является прям национальным достоянием Голландии. Сабир, в общем, за рулем. И Сабир меня учит, как мне самому справляться с камерой. Так вот, посмотрим, как получится. Мне кажется, хорошо будет. Будет прикольно. Будет прикольно. Девочки. Да, да. Что вы думаете? Вы готовы? Мы готовы? Мы готовы. Мы готовы. Да, кто? Что, кто? Давайте. Третья попытка записать видео, чтобы вам было что-то слышно. Вот пришлось присесть на корточке. Сабир там вообще у нас огородился. В общем, мы приехали на Северное море. Оно для меня всегда такое волнительное, потому что, ну, специально на Северное море ехать как-то не хочется. А тут оказались рядом. Я говорю, надо обязательно на Северное море. Вот это посмотреть природу. И, знаете, в... Ну, несколько лет назад, еще, может быть, 10-15 лет назад у меня была мечта, чтобы иметь возможность гулять по пляжу именно вот в это время года, когда уже и не осень, и не зима, холодно. И посмотреть вот на эту стихию. В общем, пойдемте, посмотрим вместе. Так, здесь не очень дует, здесь пониже. И посмотреть, какая активность на берегу гуляют люди с собаками. Парочки влюбленные. Потом вот там кафе сидят тоже на улице. Ну, холодно, холодно, но люди все равно кайфуют от этого всего. Пойдемте тоже покайфуем. Мое вдохновение. Посмотрите, вот на эту траву, которая уже закончила свой сезон. У нее цвет такой желто-коричнево-зеленый. Цвет такого неба. Море холодное. И вообще это все вместе дает таки неизглазимые впечатления в плане понимания природы Северного моря. Очень такая сильная, сильный отпечаток сегодня ложился. Дизайнер этого шарфика, видимо, был вдохновен с этим как раз Северным морем. Смотри, как совпало. И так, друзья, мы в Гуарма-институт. Здесь проходит вообще встреча Floral Fundamentals. Это такая одна из старинных флористических школ в Голландии. И сейчас здесь проходит подготовка к завтрашнему и послезавтрашнему показу. Нику Баканчо, мой друг из Румынии, из Бухареста. Давайте посмотрим, что он так делает. Как мы заехали в Гуарма-институт, это не было запланировано абсолютно. Ну, просто я узнал, что здесь находится Нику, что он уже прилетел. И поэтому я приехал, чтобы с ним встретиться и вот пообщаться. И тут еще приехала Варя, привезла Хоризонтель для его мастер-класса. И сейчас мы буквально через несколько минут отправляемся на выставку, которую еще строят. В общем, мы посмотрим изнутри, как готовиться к ней. Мы сейчас стоим на крыше знаменитого аукциона голландского Лас-Мери. И это является самым большим по площади индустриальным зданием в мире. Так, мы спустились с крыши вот сюда вниз. И здесь вот как раз начинается вся застройка. Да, в общем, все самое интересное, все секретики можно будет увидеть сейчас. Выставка начнется послезавтра только, но здесь работа полным-полным ходом идет. В общем, сейчас посмотрим, что есть интересного, что можно показать. А, здесь тренды. Тренды, да, здесь. Я помню этот стенд. Курнбак из растений разных. Интересный, видишь, какие подвесные. Продолжение следует... Друзья, мне тут подсказали. Вот эта компания оказывается партнер моего показа с розами, с интерплантом. Я вот с этими всеми растениями буду работать и проводить показ 3-го числа в час дня по Москве. В общем, присоединяйтесь, посмотрите. Вообще, я в шоке. Я не верю. Точно я с ними буду работать, Варя? Конечно же, я не могу вам все показать, что здесь происходит. Это будет некорректно к организаторам выставки, к участникам. Так немножечко, чтобы вы поняли объем этого всего мероприятия. В общем, друзья, следите. Будет суперинтересно, суперполезно. И вдохновение будет выше крыши. Здесь, в этом павильоне, могут быть представлены только голландские производители. И любой садовник, у которого есть что показать, может здесь выставиться. Примерно средняя стоимость одного небольшого стенда от 10 тысяч евро. А некоторые селекционеры доходят до 200 тысяч евро на одну выставку. Итак, мы находимся на крыше сейчас этого аукциона. Здесь, на самом деле, находится парковка. Потому что здание большое, занимает много площади. И крыша как раз под это используется. И тут вот мы ходили-ходили. Ладно, сделаю вам такой небольшой эксклюзивчик. Пожалуйста, посмотрите этот журнал Margin Par. Обложку делал ваш преданный слуга. И презентация состоит буквально в первый день открытия этой выставки. Но вы видите это уже сейчас. Поехали. Друзья, давайте я вам расскажу, что здесь происходит, где мы находимся. Мы находимся в теплице VipRoses. И здесь выращивают самые крутые розы. Вот такие, знаете, которые эксклюзивные, которых немного, которых там в день срезают 100-200 роз. И на них стоит огромная-огромная очередь из флористов, которые хотят с ними поработать. И это садовые розы. Это вот те розы, которые мы привыкли с картин. На картинах видят чайные розы. Вот это они. Вот это вот как раз садовники их выращивают. И вот мы ходим, обсуждаем вообще о будущем этого вида деятельности. О том, как это влияет вообще на обычных флористов. Я ему рассказываю про то, что хотят клиенты. И мы здесь прямо вот находим очень интересные такие точки соприкосновения, где может развиваться флорист, и где может развиваться садовник, который вот выращивает цветы. В общем, очень интересная такая коллаборация. И вот мы сейчас их срезаем домой мне. Да. Да? Можно их срезать? Да, конечно. Я могу срезать следующий. И интересная такая история. Вот смотрите, розы вообще выращивают круглогодично, да? Но вот эти вот розы и прозы, их выращивают всего 9 месяцев в году. То есть 3 месяца они находятся вообще без цветов, без ничего. Теплица выключается, здесь она не отапливается. То есть куст отдыхает. Он отдыхает как в природе, как в натуральной вообще среде. Потому что, ну, в основном другие розы, которые круглогодично есть, они не отдыхают. Она как фабрика по производству розы. А здесь идет прям забота о кусте. Что он должен отдохнуть, чтобы давать такие вот роскошные цветы. Ты сделал мою грань? Я видел много вещей сегодня. Друзья, обратите внимание, что здесь возле каждой грядки есть свой секатор. Видите? Я спросил, почему одним секатором они режут только одну грядку. Оказывается, это такая мера предосторожности. То, что если этот секатор будет заражен какой-то бактерией, да, то будет заряжен только один ряд, да, чтобы не заразить всю теплицу. В общем-то, и продуманы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня пачка уже подсобралась, такая увесистая. Я хочу вам показать самую крупную розу, которая вообще существует. Это называется сорт Дельфин. Посмотрите, какая она гигантская. И немножко пахнет. Дельфин. Вот, смотри. Мамочки. Сегодня был такой насыщенный день. Прям очень много всего случилось, приятного произошло, столько встреч долгожданных. Такие эмоции. Я аж прямо перевозбудился. И вот в конце вечера, чтобы пойти уже спать, я делаю букет, такую композицию на стол из этих потрясающих роз. Вот эти розы от VIP-розы, когда мы шли по его саду, по его теплице, и он срезал и собирал охапку розы. И потом эту охапку огромную, вот она, подарил ее мне. И, ну, это классно, да, вот когда ты окружаешься цветами, и они сами идут на меня, да. Вот я как бы, ну, я даже и не мечтал о таких розах, потому что, ну, это суперэксклюзивные. Сейчас последняя неделя, вот сейчас, с 1 по 7 ноября, когда эти розы будут связать с теплицей, и все. Потом наступает холода, и они начнут появляться где-то только вот под весну, то есть они будут отдыхать. Это последние розы, которые вот соберутся этого, этого урожая 2021 года. И он, в общем, подарил эту охапку роз мне. В общем, успокаиваю себя, чтобы, ну, нормально уйти спать. И хочу сказать, что завтра будет очень интересный тоже день. Завтра у нас будет подготовка к показу, которая состоится через день. Я буду работать с розами, вот, и завтра мы покажем больше вот этого труда, да, ручного, прикладного. Вот, поэтому оставайтесь на связи. С вами был Витер Туркан, моя вся команда, которая всем передает привет. Жду вас завтра, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok